Автандил, пожалуйста. Вот так они собирались каждый день на съемочную площадку. Поэтому у нас перерасход по смете образовался. Все, да? Значит, дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Сегодня премьера полнометражного художественного фильма под названием «Катрибуция». Есть старинная, древняя традиция кинтографическая представлять группу. Эта традиция на какое-то время под неизвестными причинам исчезла. Вообще, это культура кинопроизводства, освещенная десятилетиями. И вот я страшно рад, что эта традиция возобновляется. Потому что, как правило, все эти благородные люди, которые создавали кино, они идут в самом конце картины. Это называется на нашем профессиональном языке эти титры «Братская могила». И, как правило, зрители не считываются. Поэтому считаю, что это принципиально важно, что вы сегодня перед фильмом увидите в лицо каждого, оцените его вклад, потому что так сложилась счастлива моя жизнь, что я не работаю, и никогда не работал с наемными, значит, гастарбайтерами, а всегда работал с авторами. Поэтому все те люди, которые стоят здесь на этой сцене, начиная с генерального продюсера и заканчивая моей женой, это все мои соавторы. Они полностью несут ответственность за качество, за эмоции этого фильма и так далее. Сейчас я представлю группу, а потом с яркой речью выступит многоуважаемый Эдуард Анатольевич. Что принципиально? Принципиально, что это кинокартина киностудии «Ленфильм». Создана силами киностудии «Ленфильм». Создана, причем для нас было принципиально, что все актеры, которые снимаются здесь, это актеры города Санкт-Петербурга. Это для нас был принцип. Естественно, воздаюсь вопросом, какое отношение к Санкт-Петербургу имеет исполнитель главной роли Максим Матвеев. Отвечаю, прямое. Не так давно он женился на Элизавете Боярдской. Согласно действующему гражданскому кодексу, он, соответственно, является приватизирован нами. Итак, я представляю в первую очередь актеров. Ваха Артур Викторович. Потом будет поздно выражать свою благодарность и эмоции, потому что группа после картины не выйдет. Поверьте мне, можете авансом превентивно хлопать так, как приветствовали Сталина на съезде победителей. Повторяю, Ваха Артур Викторович. Они того стоят. Это выдающиеся актеры российского кинематографа и российского театра. Воробьев Константин Владимирович. Перегудов Сергей Викторович. Шабан Григорий Александрович. Хибицын Василий Геннадьевич. Гульнев Андрей Геннадьевич. Воробьев Дмитрий Владимирович. Это братья. Гудрявцев Сергей Владимирович. Волищук Андрей Петрович. Матвеев Максим Александрович. А китайский актер Ван Шэн здесь? А где он? Ван Шэн. Гамов Сергей Петрович. Побубеева Надежда Андреевна. Побубеева Надежда Андреевна. Побубеева Надежда Андреевна. Побубеев Александрович. Елизавета Михайловна Боярская. Боярскую Ю, которую я люблю, благодарен. Я много лет ходил вокруг нее и облизывался. Даже мы встречались на промах, но судьба не сложилась. И опять же, благодаря этой кинокартине я поимел это счастье. Встретиться с выдающейся, чего скрывать. Как Герман Алексеевич покойный приводил пример, что один советский поэт сочнил стихи, которые начинались следующими словами. Чего скрывать народ и партии едины. А почему художник Южаков сидит там? И наши светотехники. По скромности, что ли? У вас же ноги вылечились, нет? Можете сдать или вас принести, как на площадку? Когда я говорю об этом, я в первую очередь о людях, которые отсутствуют. Имею в виду, в том числе, выдающегося оператора «Земли русской» Сергея Александровича Мачийского. Вот так. Сила знаете этого человека, с его выдающейся фильмографией. Так Господь сподобил, что я с ним работаю много лет. Я человек пожилой. Надеюсь, какое-то время мне еще отпущено. Но если вот дальше меня будет сопровождать счастье, оно меня пока же сопровождало, я буду и впереди работать с ним. С его благожидательного согласия. Его здесь нет, но если вы похлопаете, то я передам. Режиссерская группа. Сейчас это называется, не обращайте внимания, я не называю тяжелые заболевания. Теперь у нас сменилась, значит, лексика. То, что раньше называлось «ассиденты по актерам», он теперь называется «Кастинг-директоры». Это Екатерина Исакова, Марина Леонова. Это профессиональные люди. Чем еще отличается эта картина, помимо своих высочайших художественных качеств, с тем, что впервые выставили новейшего российского кинематографа, эту картину режиссерской группы сделали студенты. Студенты мастерской, которую я имел счастье, видите, я все время буду употреблять слово «счастье» вести на протяжении пяти лет. Они, это была у них практика, они эту картину сделали. Вот теперь я называю студентов в моей мастерской. Вы выйдете поближе, чтобы вас отделить со толпой. Это Ксения Минаева, Кристина Куча, это «ассиденты по актерам», «ассиденты по массовым сценам», «Науру Кармелия», «Сабухий Мамедов», «Инар Нормания», «ассиденты при кредитах», «Владимир Захаренко», «Иван Титков», «Иван Клюков», «Режиссеры», «Это все студенты», «Виктория Николенко», «Алиса Шитикова», «Значит, что это такое, я не знаю», «Скрипт супервайзер», «Ну вообще это очень хороший человек и студентка хорошая», «Яна Десяткова», «Помощник режиссера Изабыла Добренькова», «Остен по звучанию» Юлия Важанова, «Операторская группа», «Оператор Игорь Кочаровский», «Остен-оператор по фоксу» Виктор Палик, «Бригадир сведотехников», «Юрий Ленко», «Святотехники» Дмитрий Кузнецов, «Автодил Искандаров», «Сергей Бурнистров», «Александр Ленко», «Александр Скородумов», «Дольщики» Александр Воробьев, «Алексей Воронов», «Атограф» Алексей Макаров, «Видеоконтроль» Ярослав Булавин, «Иженер архивации», «Я его не видел», «Крестантин Забудовский», «Компьютерная гранщика», «Винир» и «Михаил», «Они здесь?» «Нет, я не видел». «Нет, ну что делать?» «Художники» Владимир Южаков, «Это один из последних оставшихся на лифине художников-постановщиков, «Практический классик». «Вы увидите то, что узнаем». «Ассистенты художника-постановщика» «Дмитрий Татарников», «Андрей Абраменко», «Художественно-постановочная группа» «Игорь Панюшкин», «Олег Василенко», «Сергей Пчелинцев», «Анна Асмурс». «Художник по костюмам» «Инесса Снежкина». «Ассистенты художника по костюмам» «Илья Фарафонова», «Юлия Морозова». «Ассистент по военному костюму» «Илья Лябаев». «Костюмеры» «Ирина Егорова», «Александр Васюков». «Вы знаете, кино не умирает, это неправда, оно не умирает, оно возрождается. И вот таких людей, как Илья и Александр, а я с ними работал еще на «Белой гвардии». Это новый кинематографический фанатизм, который перерастает в исключительное эстетическое качество. Это ассистенты по военному костюму. Посмотрите, что они придумали, что они сделаны, какое творчество, какое впечатление и какая историчность от труда этих людей. Поэтому я и говорю о том, что кинематограф это тот самый вид искусства, который в одиночестве не делается. Это делается только с авторами. И это качество там. Художник по гриму Наталья Грачева. Ассистент художника по гриму Людмила Чумакова. Постановщик трюков Александр Баранов. Пиротехники Владимир Панекаровский Алексей Панекаровский. Звукорежиссер многострадальный Игорь Тереков. Пускай выпьет. Звукооператор Алексей Игнатьев. Ассистент звукооператора Дмитрий Левченко. Осет Речевого звучания Лариса Моролева. Инженер звукозаписи. Я его не видел. Антон Четинков. Сергей Кигнер отсутствует. Марина Полянская не видел. Рабочие. Василий Трошин. Вячеслав Малышев. И, наконец, административная группа. Сергей Межеликин. Ксения Еремина. Ольга Майорова. Сергей Рамзаев. Директор. Ольга Манучарова. Линейный продюсер. Ольга Ключевская. И, наконец, те самые люди, которые на своих плечах, на узких и на широких вынесли эту картину. Это правда, это без дураков. Узкие плечи. Исполнительный продюсер. Ольга Аграфиевна. Широкие плечи. Генеральный продюсер. Эдуард Ключев. И, напоследок, я хотел бы сказать следующее. Немножко по идеологии этой картины. Это гражданская война. Какая бы она ни была гражданская, столетняя, чумная, Великое Отечественное, это продолжение мира. Вот как жили в миру, так и воевали. Для меня это было идеологично, для меня это было целью показать то великое название, которое осталось нам на следство, война и мир. Единственное, что я сделал, переставил очевидность. Мир и война. И все ваши любови, все ваши грехи, все ваши недостатки достижения болезни переходят в войну. И они там только обостряются. В данном случае я делаю фильм о любви в условиях гражданской войны. Простите меня за персонификацию. Мы делали фильм о любви. Эдуард Анатольевич. Спасибо, Сергей Олегович. Друзья, ну вот я хотел просто дополнить. Тут, конечно же, много времени еще бы заставило вас ожидать перечисления всех сотрудников студии, кто принимал прямое косвенное участие. Ну так или иначе, то есть у нас действительно коллектив большой, но отдельно Светлана Игоревна Кармолита, которая участвовала всегда и в индекционном группе. Ей тоже спасибо от нас, от нашей партии. Конечно же, дорогие друзья, эта картина для нас, она немножко даже больше, чем просто дебют сложнопостановочной, художественной, полнометражной картины, эпохальной, я бы сказал. Это несколько, чуть больше, потому что когда мы приступали к подготовке и готовились к съемочному периоду, у нас была серьезнейшая мотивация возродить павильон, то есть создать тот павильон, где можно построить декорации. В общем-то, мобилизовать все цеха и всю студию. Вот все, что вы видите на экране, каждый сантиметр этого полотна, в общем-то, в каждом кадре, вот чувствуется профессионализм того, что у нас получилось. Огромное спасибо, конечно, за работу Сергея Олеговича, потому что это его настоящая постановочная работа. И когда говорят картина Сергея Снежкина, потому что это и сценарная работа, очень серьезная. Отмечу маленькую деталь вот здесь, вот при подготовке, то есть все началось банально просто, в руки попало, интересно, перехвачено, то есть из делов ОГПУ, перехвачено письмо разведчика Рейли сюда, в Петроград, значит, гражданки Великобритании, которого арестовали, естественно, причем как в дело попало, издание написано, перейдем на русский и так далее, два листа читаем. И вот кроме всего, там Рецесса очень скорбит о тех событиях, которые произошли в Екатеринбурге, подтвержденной информацией, перечисляются все члены царской земли и так далее. Вместе с тем, мы очень горды победами как раз Пепеляева, и вот перечисляется еще двумя абзацами как раз та преамбула, исторический референс, который вы увидите в экране, то есть что Пепеляев, в общем-то, смог приобрести необходимую материальную поддержку для дальнейшей работы. Все персонажи реальные абсолютно, и тот подход художественный постановщик смог сделать эту картину тем произведением, которым можно сегодня гордиться. Я отдельно, конечно, благодарен и сегодня, и вам, и этому замечательному поводу, что смог увидеть всю группу снова. Мы возродили и традиции, там сотый, двухсотый кадр. В общем, постарались в процессе съемочного даже, в общем-то, подружиться, что очень важно. Мне очень приятно всех видеть. Всем огромное-огромное спасибо. И хочу сказать больше. Когда мы показывали картину еще в таком монтажном виде, кинотеатры вдруг стали... У нас все кинотеатры, они частные, в сети в основном, то есть не такие, как Великан, это торговые сети и так далее. Ставят мультиплексы. Они говорят, ну как же, 2,50, а как же, это же сразу же вместо 5 сеансов будешь 3 показывать в день и так далее. Это деньги, нет. Нам тяжело, да, картина хорошая. Сделайте для нас чуть поменьше версию. Мы сделали, конечно. Но когда показали месяц назад вот эту поменьше серию «Час 40», в Реановостях 70 было корреспондентов, журналистов, мы с Максимом ее представляли, нас потом час не отпускали. Вот все благодарили за эту картину и тут же говорят, а мы хотим посмотреть большую, полную версию. И кинотеатры стали сами говорить, дайте нам, дайте нам, дайте нам поставьте. Поэтому в каждом крупном городе обязательно место силы, где будет вот эта полная, наша полная версия, которую сделала киностудия «Ленфильм». Ее приобрел первый канал, поэтому осенью все, в общем-то, смогут ее увидеть. Ну, естественно, несколько первых показов. А так во всех кинотеатрах. В общем, в результате, даже короткую версию, 400 кинотеатров по всей стране взяли в прокат. Поэтому я рад тому, что мы вызовем эти эмоции замечательные, посмотрев короткую версию. Зрители захотят сразу же увидеть большую. Поэтому всем еще раз будет двойное спасибо. И, конечно же, спасибо нашим зрителям. Я рад, что вы в нас верили. И надеюсь, что нам удастся сейчас, после просмотра, почувствовать ваши впечатления и те эмоции, которые мы сможем вам подарить. Вот, спасибо. Я прошу прощения. Я от волнения премьерного совсем забыл. Знаете, я сейчас год провел в Казахстане. Снимал кино вместе вот со студентами и частью группы. Казахстан – страна степная. Огромные просторы, мало воды, редкие источники, колодцы. И существует поверье для того, чтобы источник не иссякал. Обязательно надо его благодарить и Аллаха, который дал источник, и сам источник и так далее. Картина финансировалась из двух источников. Это Минкульт и Комитет по культуре города Санкт-Петербурга. Вот здесь сидит Константин Эдуардович Сухенко, представитель города и финансирования. Мы его благодарим всем, чтобы источник не исцелил. Конечно, и в первых титрах мы еще раз скажем спасибо и городу благодаря поддержке Константина Эдуардовича, губернатора, в общем-то, и Министерства культуры это стало возможным. Вообще спасибо всем, приятного просмотра. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ